Что-то стоят с нарушением. Что тут? Кто тут сидит? А, Евдокименко. Здравствуйте, а что у вас тут случилось? Что они вас остановили? Что они вам меняют? Я сказал, что все нормально. Ну, я нарушил. Так, а что? Я услышал, что следственную оперативную группу вызываю. Ну, они хотят мне взятку. А вы давали им? Нет, ну, правам прилипли. Ну, правам же прилипли, правильно? Или в правах они были? Как? Ну, права наставал, ставал. А он уже инкриминирует, что вы взятку? А вы говорили ему словами, что может договоримся или что-нибудь такое? Ничего не говорили? А, ну, нормально. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А что тут у вас происходит? Что вы тут человек? Владимир, полиция. Вот это нормально. Просто... Пуставета Владимировна. Пуставета Владимировна. Пуставета Владимировна. Очень приятно. Да, да, все. А что тут случилось? Ну, запишите, пожалуйста, что мы попросили, чтобы они отъехали. У нас должна была машина заехать. Да. Они не среагировали. Попросил передвинуться. А это там Евдокименко сидит такой, самый главный. Да. Гламурный. Да. Гламурный. Да, гламурный такой. Ага. Гламурный? Так а за что вы остановили его? Это человек с Барады 16. Людмила сделала пропозиция неправобирной лукости. Да. А он предлагал? Наверное, предлагал. Я не ставлю. Ааа. 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 Гламурный. Да. Бородатый, открой двери. Ааа. 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 Интересно. Бороду, кто ему позволил отпустить? Аааа. Нет, плохо. Но вы тоже как бы остановили человека под знаком 334. Сейчас пробка такая за вас создается. Так надо было его туда же протянуть. Но вы ему должны были сказать, протягиваем в карман. Вы же этого не сделали, ребята. Мы же сами с нарушением. Это Евдокименко здесь кируют. Он за рулем был. Он за рулем был. Давай, давай, включай бодикамеру, ёлки-палки. Денис. Так вот. Всё. 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 Денис! Друг! Вызывай, вызывай подкрепление, а то, что он сказал, тебе вызывай. Открой, чтобы я не стоял на проезжей части, ну реально. Открой, окошечко, открой. Вот как, это нормально вообще? Я пытаюсь... Сейчас он по телефону разговаривал пробу сейчас, может он... Ну это не культурно. Что надо? Я задаю. Вы меня отвлекаете. Чем я тебя отвлекаю? Разговорами. Я сейчас задаю. Вот напарник поговорите, пожалуйста. Да ты мне интересен, мне напарник все четко... Слышишь, палец... Ай, блядь! Палец прищимаешь. Убери ты. Бога, убери его, пожалуйста. В смысле, что убери, за руки дергать, ты что? Пальцы прищимаешь. Слышишь? Черт балабановский, выйди с машины. А то он в следственно-оперативную группу, ты хоть смеешь. Тебе не смешно? А? У них же же косарик за выявление такой ерунды. Да какой косарик? Это вот эта чепуха сидит, у которого уголовное дело, и он сейчас пытается этим покрыть, грубо говоря, свою вину. Вы знаете, что у него уголовное дело заведено? Этот человек поломал моего адвоката. И теперь пытается вам что-то вменить. Это ж... Это подонок. Друзьяки, в общем, опять Евдокименко, чепуха галимая. Людям пытался вменить, что якобы они пытались... Вернее, водитель пытался дать взятку ему. Ну, посмотрите, на Евдокименко чепуху. Какая взятка. Не то, что взятку нельзя ему дать, с ним даже разговаривать нельзя. Это чисто галимая чепуха. Это рота и батальон Куденко. Третья рота, третий батальон. Во-первых, остановили. Остановили с нарушением. Во-вторых, начинают хернёй занимаются. Ну, сейчас будем его кошмарить. А водительское забрали они, да? Да, да. О, подкрепление вызывает. Документы верни человеку. Слышишь? Евдокименко. Ну да, мы же никуда не уезжаем. Мы же никуда не теряемся. Попросите вы документы. Он не имеет права... В мужчина моя, кстати, да. Вот здесь. Да не выходите на проезжую часть. Постучите к нему. Дайте действительно документы ему. Мы не уезжаем никуда. А с какого хера ты забрал? Слышишь, чепуха. А дайте мне свои документы тогда. Документы верни, говорю. Ты чепуха бородатая. Документы верни человеку, слышишь? Кто ж тебе позволил вообще на службу прийти в полицию? Нет, а какого он вызывает? Я не пойму ничего. Ну пусть оформляет там штраф или что. Да то, что приедет следственная оперативная группа, это вообще до одного задницы. Он должен... У него фактические данные должны быть. Если реально человек же не говорил, что может договоримся. Не говорил? Ну нет. Так, ну нет или нет? Тем более, а вот же свидетели, я так понимаю, да? Мы просто говорили, что да, мы нарушили. Я говорю, да, мы нарушили, да. Мы это признаем, что мы нарушили. Выписывайте. Документы верни человеку. Он запросил провал. Олег ему дал провал. Забрал, и нашел. А, забрал? Да, да. Чтоб тебя так в суде забирало, понял? Кстати, будет 4 числа суд, по-моему, в Дзержинском. Придите, посмотрите на этого ушлепка. Видимо, обязательно. Вызывай Куденко, хай Куденко тебе на пол. Вызвали Куденко? Чего? Ну он же ж командир. Занят. Занят. Зачем он занят? Занят. Так как я умоляю вызов. Не надо с дверь саморезом прикрутить. Да ему надо голову прокрутить. Это же человек, который поломал бляхомуха моего адвоката. Да, это мы смотрим. И вот эта чепуха себе позволяет очень много, очень много. А он с бородой имеет право ходить? Ну оно такое, но там нет запрета. Тут, ну, как бы, вообще это неправильно. То есть явно, как парни говорили, явно безделие. Если борода, значит, то я свободного времени. Да, да, да. Да выйди ты с машины, чепуха, елки-иголки. Чепуха, елки-иголки. Поверь, ему, чтобы 173-ю мне написать, ему надо кучу свидетелей собрать, понимая, что я вообще на месте ругался. Чепуха. Выйди с машины, пожалуйста, не провоцируй, ты сам провоцируешь. Открыл бы окно и общались бы, и все. Вот такой народ у нас полицейский Евдокименко, 3-я рота, 3-й батальон. Возомнил в себе бога, судью. Не дай бог быть таким, попасть к такому уроду. Слышь, ну я замерз, реально, выйди отсюда, царь, ты голимый. Тебя давно с ним посадили? Я постоянно не езжу. А, ты не съезд, не езж? Ну, у нас все, это по-разному. О, фанту, фанту попиваешь. Мажор фанту пить. Тут люди из-за водички не могут вы это купить. О, группа подкрепления идет. Я на фоне группы подкрепления. Выйди, пожалуйста, с машины. Вы на подкрепление пришли? Патрульный. Это пеший патруль. Ну, я вижу, что это пеший. Знаете его? Ну, да, инспектор патрульный. Патрульный? Я думаю, нет. Почему? Ну, он бородатый. Как маджахед. Так только маджахеды ходят. Одних ставят на КПП за бороду, а некоторые садят за руль в экипаж. Там вообще же другая система. За бороду можно, не то, что можно, но если хочешь носить бороду, начальник управления разлику, сдаешь тесты, физические тесты, там, ну, я не интересовался, потому что я не хочу бороду носить. Сдаешь тесты физические и название нормативно-правовой базы. А к чему? Это же человеческий фактор. Причем здесь нужно сдать, чтобы носить бороду. Не знаю, это не я придумал. Ну, такое есть. Шеф, ну, ты не прав. Мужики хотят бороду носить, а ты МТС такие. Ну, это вообще, это неправильно, шеф. Шеф полиции, да. Это, если ты смотришь, это к тебе. Ну, а по поводу бороды, ну, я просто не узнавал, это где-то прописано, что нельзя носить бороду? Ну, вообще, должен быть устав, но я еще до устава не так. Ну, там инструкция есть, устава конкретно. Так это же не вайнизированное формирование на них устав. Ну, по поводу формы, там все четко, шефроны должны быть, сантиметров, от шва, там все четко. А по поводу бороды, а у вас на подкрепление, да, он звал, быстрее, быстрее, тут водос приехал, быстрее, быстрее. А Куденко едет, мужики, едет Куденко. Не знаю, вы же передо мной не отчитываются, я только перед ним отчитываюсь. Да, я вам, я вам сочувствую с командиром вашим, ребята. У вас вроде есть нормальные ребята. Это, это чепуха. Это я сразу говорю, это чепуха. Слышь, чепуха, ну, выйди пообщаться, что ты провоцируешь? А он ему дал техпаспорт, и снизу свернуты эту бурь. Ну, он на камеру как бы зафиксировал, это вызвал сок. Старик, ты же понимаешь, что это недостаточно. Водитель утверждает, что я доставал с портмоне документы, и там были деньги. Ну, правильно. Вот это, ты понимаешь, как видел, что деньги с этим самым, не сразу же... Это, что, не у него мулька, мулька, мулька такая. А вот, я тебе это делал, как мне. А правда, что это, вот такой, где-то у нас есть. Евдокименко, Дэн, да ты свой палец засунь в другое место. Ты, я говорю, открой окно, и пообщайся со мной. Не провоцируй, ты же сам провоцируешь, понимаешь? Бедные люди, которые страдают от Евдокименко. Ёбкуй налет. Я его сразу не узнал. А я не узнал. Я думал, который в центре. Я сказал же подкрепление, смотри, рулят сколько. Утануй их нахуй. Не-не-не, они сюда же на подмогу приехали. Я сказал же. Ярих. 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 Куденко. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, Ран, Вася, ран. Ран.